Эсперку давану. Ну что, идём покупать подарки? Отлично. Сегодняшний у нас глагол – это давинат. Присмотрите внимательно, как он спрягается. Окончание настоящего – тагадне, и прошедшего – погатне. Совпадают. Это у, и, ам, ад и а. Я обычно даю в другой последовательности. Считалочка, которую я вам предлагаю запомнить, это у, и, а, ам, ад. Так в чём же разница, как настоящее отличается от прошедшего? Дело в том, что глагол давинат, давинат, ина, слышите, ина, суффикс, ина, указывает на то, что этот глагол – один из школьных глаголов, то есть один из тех глаголов, которые имеют полный набор окончаний в настоящем времени. И это как раз один из тех глаголов, у которых в настоящем времени при спряжении мы забираем гласную. То есть у него было давинат, так вот это а в настоящем времени мы отобрали, а в прошедшем вернули. Вот и вся разница. В результате у нас получается в настоящем эсдавину я дарю, а я дарила-дарила эсдавинаю. Вот она, гласная а, вернулась. А что с будущим? Там все просто, как всегда. Тоже окончания стандартные, суффикс ш или с, все тоже по стандарту. И давина, вот эту основу слова, мы не забираем, мы суффиксы не отбираем в будущем времени. Разве это не замечательно? Значит, еще раз. У нас у и а, ам, а от формула и для настоящего, и для прошедшего. Только в настоящем мы давина, и на этом остановились. А в прошедшем у нас давина, и так как у нас стык двухгласных, а, на которую заканчивается основа, и у, которое является окончанием, ну и вперед другие, нужно теперь е сюда поставить. Все, вся наука. Ну что, потренируем мой любимый акузатив, правда? Задание такое. Поставьте комун кад варету давинат шиздаванас. Расскажи. Поставьте комун кад. Кому и когда варету можно было бы давинат подарить шиздаванас. Эти подарки. Давайте скажем так. Я дарю, например, часы маме. И не будем слишком много, просто используем либо маме, либо сестре, либо брату, либо мужу-жене. Почему бы и нет? То есть и таких членов семьи, которые тут же у нас под рукой, правда? Значит так, это означает что? Я дарю кого что часы. Акузатив. Кому? Затив. Маме. Попробуем. Издавину. Пулкстени. Маммай. Да, да. Откройте табличку, если она у вас не под рукой, и перепроверьте. Пулкстени. Второе склонение. Соответственно, дарю кому что? Пулкстени. Мамма. Четвертое склонение. Дарю кому? Маммай. Издавину фотоаппарату. Бралим. Издавину рога спрадзи, масяи. Издавину конфекшу касти, маммай. Издавину мая скинозали, бралим. Издавину зидус, вецмамиņаи. Изиди, цвети. Издавину зидус, вецмамиņаи. Ситрички подарим. Издавину пиезимью грамотиню масяй. Издавину диску, бралим. Издавину грамоту, маммай. Все было понятно? Почему именно так? Да, да. Все слова написаны. Нужно просто найти, к какому склонению относится это слово. Грамота. Поставить это в аккузатив. А дальше, в зависимости от того, кому вы выбрали дарить, вот это слово ставим в децив. Маммай, вецмамиņаи, бралим масяй. Септини девини. Пабейц. Тей, кому с закончи предложение. Дзимшанас диене. Дзимшанас диене. Дзимшанас диене. Я тебе дарю фотоаппарат. Варда диене. Дзимшанас диене. Дзимшанас диене. Дзимшанас диене. Дзимшанас диене. Прочитая диалог между лаймой и продавщицей, из ВЛС выбери «Парезус обголвоемус» правильное утверждение. Вы даже можете остановить запись сейчас, почитать сами, ну а потом вернуться, чтобы почитать вместе и «Из ВЛС, парезус обголвоемус». Ну, давайте. Лабден. Повторяем, повторяем. Лабден вайковая латес. Вы что-то хотите? Лабден. Нет, мне нужен подарок моему крестному отцу. Что вы хотели бы ему подарить? Опять-таки, да? Хотели бы. Как сказать «я хотела бы»? «Eз грибэту». В том тоб họ сидела оочень, вигодная слова. Кои желе грибэту? «Eз грибэту». Виним патит музыка. Топец, ввелит. Виним патит музыка. Топец, поэтаму, топец, ввелит. Топец, я хотела бы ноперкти кааду диску, купить какой-то диск. Кааду музыку ўсу Крустевс клаусас? Какую музыку ваш крёсный отец слушает клаусас? Как в своей молодости? О, видите, какая продавщица. Как в своей молодости? Сейчас что-нибудь посоветует. Ну и наша лайма отвечает. Нет, он охотно слушает современную музыку. Виним патит музыку. Явно, яунаку албуму. Давай, ты что-то прочитаем. Тадо сьимс, ятехту, дореми, яунаку албуму. Тадо я посоветовала бы вам саму новую албуму, дореми. Иетейкту. Помните? Грибэту иетейкту. Вот они наши выгодные слова. Посоветовала бы, хотела бы. Тикмакса. Сколько стоит? Деупацмит латтус. Двенадцать латов. Раньше у нас была такая валюта, и она, как видите, склонялась. Это было очень удобно с точки зрения грамматики. Сейчас евро не склоняется. Эйро. То есть по-современному, скажем, двенадцать евро. Это будет... Деупацмит эйро. Спасибо, я куплю. Ну что, читаем утверждение и думаем, да или нет. Лайма перк вейкала давану. Или второй вариант. Лайма перк вейкала партику. Что же она покупает? Конечно, давану. Партику – это продукты питания. Дэвану. Лайма и яида у варда дину. Лайма и яида у дзимшанас дину. Лайми надеи, ци на дзиньимини и на дзимшанас дину дзинь рождения. Куда не идут? Уз дзимшанас дину. Мэйте не перк давану крустэвам. Мэйте не перк давану тетим. Девочка покупает подарок крёстному отцу и девочка покупает подарок папе. Кому? Крустэвам. Крустэвам не потык музыка. Крустэвам потык музыка. Ну, тут вы сами знаете, правда? Нравится, конечно, второй вариант. Крустэвам потык музыка.